Добро пожаловать в рубрику «Ответ зрителю», где мы разберемся, что такое запотевание и каковы могут быть его источники в салоне машины. Многие омегаводы подмечают, что в Омеге очень часто можно наблюдать запотевание стекол, и они говорят, мол, в машине слабая система вентилирования. Но это, конечно же, не так, потому что я точно могу сказать, что система вентилирования в Омеге очень даже мощная. Это становится актуальным с приходом осени, которая у нас, как вы видите, и наступила. В дождь и снег некоторые автовладельцы замечают, что стекла сильно запотевают. Здесь все просто. Это означает, что в салоне машины слишком влажно и температура выше на 10 градусов и более, чем стекла. Вот, собственно, из нагретого воздуха салона влага конденсируется на этих стеклах. В любой машине есть система вентиляции, которая рассчитана не только на поддержание комфортной для человека температуры, но и в том числе для устранения влаги от дыхания пяти человек. Для этого мощным потоком воздуха из печки машина должна хорошо продуваться. И точно могу сказать, что тяга вентилятора в Омеге даже, я бы сказал, избыточна. Есть система на обычных крутилках, он же кондиционер, есть климат-контроль, там кнопки, как вы видите. Давайте представим, что на улице уже влажно и прохладно. Мы запустили холодный двигатель и здесь я рекомендую выполнить продувку салона от скопившейся до время стоянки влаги. Для этого, если у вас Омега на климате, нужно выбрать показатель температуры low на панели и нажать кнопку авто. После чего через пару секунд мы начнем слышать буквально рев реактивного самолета. В этом режиме климат обеспечивает максимальный продув салона и уравнивание температур. На разогрев основного двигателя это никак не влияет, так как в этом режиме полностью перекрывается радиатор печки и воздух идет только через испаритель кондиционера. После этого я рекомендую выйти из машины хотя бы на минуту, как раз чтобы осмотреть автомобиль вокруг. Минуты более чем достаточно, чтобы разогнать застой влаги внутри. Естественно, для корректной работы нужно вовремя менять салонный фильтр и отслеживать то, чтобы клапану вентиляции салона ничего не мешало. А где он находится я покажу позже. По прошествии минуты мы возвращаемся в салон, где устанавливаем комфортные нам температуры и выставляем скорость продува, ну, чуть выше средней, например, 6 или 7. К этому времени двигатель уже скорее всего перейдет на рабочие обороты и можно ехать. Если в процессе езды все-таки вы заметите появление влаги, то это означает, что надо выяснять причину, откуда она взялась, так как это уже не является нормой. Кто же задал данный вопрос? Вопрос данный задал Александр Никитин именно. Вот ради него сегодня мы выбрались и поможем человеку разобраться. Вот он спрашивает, возможно, подскажете, как бороться с запотеванием окон и лобового и подскажите, в чем причина? И тут человек под ником BlackRage написал ему, гляньте на состояние вентиляционных квадратов справа под задним бампером. Сегодня, кстати говоря, я их тоже посмотрю, покажу, где они находятся, если это не все понимают, где это. Также Алекс написал ему, потеют из-за попадания влаги в салон. Смотреть, первое, рамка лобового стекла, второе, люк, третье днище. Тоже интересная тема. Александр Никитин также пишет, рамка лобового стекла целая, но меняли само лобовое. Возможно, щели остались? Люка нет, днище целое. Герметиком снаружи аккуратно промазать поможет. И далее я покажу основные места, откуда она может попадать в салон. Заглянуть сюда. Вот сюда. Ну, понятное дело, что надо в салон и фильтр посмотреть. Посмотри, у тебя точно все чисто. Видишь, у меня уже надо будет почистить. Вот там забивается у нас листва. Видишь, там копится влага. Там начинает копиться вода. И если воды будет очень много, она может попадать в салон. И здравствуй влажность и запотевание. Вот рамка лобового стекла. Знаешь, я вот удивлен тому, что она у меня выглядит в принципе хорошо. Посмотри, она не рушится, не шелушится. Вот. Я не могу ее отломать рукой. Она крепкая. И прям я металл чувствую. Вот. Звук металла, ну, такого металла, не трухи. Еще здесь бывают такие вещи, что стекло вот здесь может отходить. Например, от времени там, от того, что кузов у нас играет. Вот здесь вот могут быть следы от шедшей краски. Здесь, как правило, появляются такие вот пузыри. То есть, скорее всего, у тебя стекло может не герметично прилегать. И вот здесь вот, кстати, у меня тоже походу это есть. Видишь? Какое-то что-то типа вот, ну, такой воздух как будто бы вот там под стеклом. Это и есть воздух, то есть герметик отошел. То есть, ну, понятно, что со временем кузов играет. То есть, у вас стекло может начать либо выгнуться, но у некоторых, опять же, оно трескается. Это чаще, кстати, я заметил на моторах V6. Потому что, видимо, динамики больше, кузов выгибается сильнее со временем. И это начинает сказываться. То есть, может быть, виноват действительно рамка лобового стекла. То есть, как понять, что у тебя что-то в салоне? Ну, лучше всего, когда прошел дождь или хотя бы, хотя бы, ты съездил на мойку. Что надо делать? Смотри. Нам нужно добраться до ковролина. То есть, убираем резиновый коврик. Раз. Убираем резиновый коврик. Два. Вот. У нас ковролин. Значит. И попробуй здесь. Вот, говорят, потрогайте, важно у вас или нет. Я более того скажу, здесь надо не трогать, а желательно вот так попродавливать. Вот так вот. Видишь? Таким вот движением. И вот, кстати, я у себя немножко влагу-то чувствую, кстати. Вот смотри еще раз. Вот я показываю. Вот у нас под ногами переднего правого пассажира. Вот здесь. Попробуй вот так вот после дождя или мойки. Вот так попроводи руками. И, возможно, ты почувствуешь, что у тебя вот здесь, вот здесь, кстати, еще тоже любят. Вот в углу. Кстати, у меня блажноватые руки, ребята. Это, скорее всего, может означать, что уже не герметичная рамка. То есть, с большой вероятностью у тебя уже проблемы под стеклом. То есть, туда затекает вода. И понятное дело, что воды здесь становится много. Вода, когда в салоне ты включаешь печку, печка дует сюда, начинает вода нагреваться, испаряться. И что она делает на холодных стеклах. Правильно, оседает. В результате ты получаешь запотевшее стекло. То есть, вот проанализируй. И то же самое сделай и в ногах водителя. То есть, тоже убери коврики и, соответственно, под педалями там попродавливай рукой по воде. Если ты почувствуешь, опять же, что у тебя на руке явно какая-то есть влажность, то, дружище, скорее всего, у тебя не держит герметичность. Но! Это стекло – это только одна из причин. Итак, вооружаемся здесь фонариком. Ты уже понял, да, что мы лезем под левый лонжерон? Смотрим сюда. Что мы здесь видим? Давай-ка внимательно с тобой посмотрим. Видишь, да, кое-чего? Да, ты все правильно понял. Это у нас дырка в салон на стыке лонжерона и части салона. Ну, там, где же и моторный щит. Вот это замечательное колесико во время езды крутится, когда ты едешь по мокрой трассе и богополучно вот сюда вот, вот в это вот отверстие забрасывает в воду. И что потом происходит? А потом у тебя мокрый пол у водителя или пассажира, например. Пойдем посмотрим, есть ли такая тема у пассажира. А вот точно так же, видишь, на стыке топливопроводов, где вот там вот тоже отверстие, пассажирское место. Тоже вот сюда богополучно колесико будет забрасывать в воду, когда ты будешь ехать. Также одной из частых таких причин может быть течь радиатора печки. Антифриз, он очень испарящийся и очень любящий осаживаться на стеклах. Это у него прям, как говорится, в крови у антифриза. И что здесь, как это происходит? Вот здесь радиатор на спечке находится, вот тут он расположен. Соответственно, иногда бывает из трубки течет, иногда из самого радиатора. Все это так же богополучно стекает у нас вот под ковролином буквально. Тоже накапливается, а вы думаете, что у вас стекло, а на самом деле, может быть, у вас антифриз течет. Такое тоже бывает. Не всегда он может резко пахнуть, потому что он может каплями выходить. Когда он капельками вытекает, он не будет особо пахнуть, на самом деле. Ну, соответственно, как написал Алекс, люк, ну, люк, он может протекать у тех, у кого он, конечно же, есть. Вот здесь, на стыках, можно иногда наблюдать капельки воды вот здесь где-то, может, например, быть вот тут. Может быть, например, вот тут. Вот там вот, например. Можно наблюдать что такое макроватый металл. Здесь, к сожалению, это особо не определить, потому что ну, как ты поймешь, что здесь протекает что-то? Никак не определишь. Это надо просто либо ваткой чем-то провести по всем стыкам люка, особенно в дождливую погоду и увидеть, если у тебя влажная салфетка или там чем-то провел, то, соответственно, у тебя, да, подтеки люка есть. Тоже такое бывает. После люка нас должны заинтересовать вот эти вот уплотнители. Видишь? Здесь тоже может попадать вода. Может банально порваться вот здесь. Вот здесь дырка может быть. Она тоже от времени, вот эта резинка здесь устает, пропускает воду. Потом это можно, например, после дождя открыть. Здесь все резко мокро будет прям совсем. Все как будто стекает. Хотя, по идее, она изначально уплотняла. Но, видишь, уже от времени оно изнашивается. Вода течет, течет, течет. Например, у тебя вот здесь трещина где-нибудь. Ну, вот, грубо говоря, вот здесь сквозная прошита течь со стой стороны и оказывается в салоне тоже. Попадание влаги. Посмотреть вообще, нет ли у тебя вот здесь где-то рваных каких-то частей. То есть вот этого уплотнителя, видишь, я вот смотрю, сейчас сам заодно уж проверяю. Вот так вот, видишь, смотря, надо проверять. То есть берешь пальцы и вот так проводишь. То есть вот смотри на уплотнение двери, причем всех дверей. Вода может попадать и сюда. То есть у нас, соответственно, задняя. Дверь берем, смотрим сюда. Тоже. Иногда признаком попадающей воды может быть влажный ремень. Смотри. Некоторые люди жалуются на то, что после дождя типа я вот так вот вытягиваю ремень, а вот здесь чувствую, что он типа влажный. То есть либо уплотнитель дал, жух, либо дверь, например, петля осела уже, она не пристыковывается. У некоторых людей я часто наблюдал такую картину, что у них вот эта часть как будто выпирает. Она как будто вот так отогнута. Вот еще раз я вам показываю, как должно это выглядеть. У себя проверьте, у кого потеет особенно салон. Вот смотрите, стык, видите, он идет, идет. Он параллельный абсолютно. То есть он нигде не выгибается, нигде он не выпирает. Вот такой должен быть стык. То есть если вы заметите, что у верхней кромки двери вот здесь явно она выгнута, то скорее всего у вас через уплотнитель туда будет попадать вода, потому что дверь уже не стыкуется. Вот так вот зазор посмотрите. То есть сейчас мы посмотрели на выпирание, а теперь смотрим на параллельность вот этих линий. Вот так у себя тоже проверьте, чтобы нигде не было ощущения, что как будто стала линия больше, меньше. Вот, она должна равномерно вот так идти. Если у вас здесь явно дверь, как будто зазор меньше, вот здесь как будто больше, то скорее всего у вас проблема с петлями. У вас двери осели. И давайте я сейчас еще раз вам вот эти вот две линии покажу. Смотрите, вот сюда, главное, смотрите, вот в эти части, вот в эти промежутки. И обратите внимание, что они абсолютно ровные, видите? А у кого проблема с петлями дверей, например, двери осели, а эти линии не будут параллельны вот так вот сверху донизу идти, то есть где-то будет перекошено. И здесь также вот на дверь посмотрите, то есть идет ли у вас зазор вот здесь ровно. Ну здесь резина, она компенсирует. А главное еще вот здесь посмотрите, вот, что надо посмотреть. Зазор должен быть вот этот абсолютно ровный. То есть никуда он не должен перекажется. Но единственное, у кого крыло снимали, например, могли вот крыло не очень ровно поставить, оно немножко криво стоит. Поэтому еще ориентируемся на вот эту линию. Видите, линия порога. Смотрим. Видите, линия порога, она должна идти ровно. Это я сейчас то, что говорю, относится ко всем дверям автомобиля. Кроме того, если у вас, например, дверь перекошена, осмотрите, ну, чтобы понять, перекошена или нет, осмотрите места, где она стыкуется и закрывается. То есть если будет явно заметно, что у вас стерто где-то здесь, у вас стерло где-то вот здесь, то явно у вас дверь выпирает за зазоры и задевает вот эти части. То есть это будет признан того, что дверь тоже неровная. И это будет говорить о том, что, скорее всего, оно может не держать зазоры и не прилегать к уплотнителю. Видите, какая у нее линия? Вот эта часть двери. Вот давайте посмотрим. Вот так. Сюда, соответственно, будет попадать дождь, и он тут же будет устремляться вот сюда. Видите? Вот здесь все это продумано. Все это здесь, по идее, должно вот так стекать. И смотрите, что произойдет, если дверь у вас будет неплотно прилегать. То есть у вас, видите, там вот такой наклон на двери. Соответственно, если здесь у вас будет зазор, то вода у вас попадет вот так. Она, скорее всего, как и подобает воде, пойдет по вот этим вот стыкам. Вот этим стыкам потом так плавно хоп, стечет. Потому что, видите, здесь дверь, она вот так наклоняется, а вода, она всегда стремится как бы вниз упасть. И она будет стекать сюда. Она может в ремень вот туда затекать начать. Она может под вот эту пластиковую накладку начать затекать. Ну, хотя здесь это не так вероятно, но возможно тоже. Оно вот может туда затекать. И поэтому у вас и влажный ремень. И поэтому у вас влага в салоне. И, соответственно, включаете печку там. Или просто на какой-то салоне он быстро потеть начинает. То есть, и давай вот так вот для примера я заднюю дверь открою. Тоже посмотрим. Видишь, вот здесь точно такая же конфигурация двери. Видишь, она, получается, у нас идет вниз. И если здесь оно не будет у нас стоять в зазоре. То есть, соответственно, у нас вот этот уплотнитель он не будет держать. То, опять же, вода будет стремиться либо вот сюда потечь. И, опять же, ремень будет влажный после дождей. Особенно это будет заметно. Ну, либо у нас вот здесь будет влага. То есть, она у нас потечет под диван. Вот здесь может, например, после дождя вот здесь рукой вот так провести. Если ты заметишь, что... Ну, это и относится, опять же, ребята, повторяюсь. С той же стороны актуально все точно так же. То есть, вот так вот руку вставляешь и вот так ведешь. И чувствуешь, о, блин, что-то влажновато. Все, у тебя, скорее всего, где-то здесь не держит. Либо продырявился уплотнитель, либо дверь не в зазоре стоит. То есть, неплотно вот этой железной части металлической прилегает. Она, видите, вот этой частью к уплотнителю. Еще, знаете, что можно какой-то тест сделать? А вы возьмите силиконку, намажьте уплотнитель вот так полностью. Потом закройте дверь, откройте и почувствуйте, где у вас есть силикон. А где, может быть, пробелы? Если где-то пробелы, то явно, значит, стыка нет. Все, соответственно, у вас дверь, возможно, стоит неровно. По поводу клапана вентиляции салона. Тоже была тема. Миша, а где у нас еще расположены? Мне говорили, где-то там под бампером. Смотри. Вот эти штуки. Сейчас я даже свет включу. Сейчас мы немножко света так вот добавим. А как же проверить этот клапан? На самом деле все элементарно. Видишь, я камеру в упор поставил. А как же посмотреть, работает он или нет? Да просто, видишь, берешь ключ и не знаешь, что-то такое. Что-то провалить, видишь, заслоночка открывается. То есть она должна беспрепятственно открываться. В этом-то и, в принципе, суть. Когда ты хлопаешь, вот сюда вот давление должно вот именно выйти. Так, бух. Импульсом таким. Вот эти, поэтому, створки должны работать. Бывает такое, что люди, например, лазили, делали что-то в дверной карте. И вот там вот под дверной картой, под самой вот этой частью, там есть такая вот полиэтиленовая пленочка. Некоторые люди не совсем понимают ее функции. И просто тупо ее либо хреново приклеивают, либо не приклеивают вовсе. И самое-то главное, чего люди не знают, эта полиэтиленовая пленка, она создана для того, чтобы отделить карту вот этой всей дверной полости, точнее, дверной полости от дверной карты. Потому что карта, она, соответственно, не герметична, естественно, ни разу. И когда вода у вас с дождя капает сюда, она обязательно у вас попадает вниз дверей. Почему-то там даже слив есть, его надо чистить в дверях. И вот эта полиэтиленовая пленочка, она не герметична, либо ее вообще удаляют. Вода начинает тупо стекать на дверную карту. Дверная карта у нас, естественно, дает течь вот здесь. Все начинает вот здесь у вас протекать. Начинает гнить. Начинает вот сюда затекать. Поэтому тоже, как вариант, у вас проблема с герметичностью дверей. И как проверить? Ну, например, либо на мойке, либо, например, после дождя попробуйте вот так рукой провести вот здесь. Если вы чувствуете, что конкретно у вас мокро здесь, прям вот реально мокро, здесь мокро быть не должно, потому что у нас вот это все, по идее, здесь герметично должно быть. И вот здесь, если мокро, у вас либо плохой стык вот здесь, на резиновом уплотнителе, либо у вас какая-то проблема с герметичностью дверной карты, которая должна быть, там полиэтиленовая пленка не просто так висит. Либо у вас забит дренаж. То есть у вас, может быть, дренаж переполнен, там вода у вас под дверью. Тоже бывает такое. Обязательно тоже эти вещи, ребята, проверяем. Тем более, если машину, например, купили, еще туда не лазили, я думаю, что стоит слазить. Вот, грубо говоря, под дверную карту здесь также. Ситуация, да, что под дверную карту надо слазить. То есть вот у нас дверная карта. И, соответственно, проверить вот здесь герметичность. Опять же, прошел дождь, съездили на мойку. Проведите вот здесь рукой. Во всех дверях так сделайте. То есть пройдите с рукой. И если на руке у вас появится вода, ну, вы, скорее всего, очень близки к разгадке, почему же у вас потеет салон. Проверь, как у тебя работает заслонка с рециркуляцией. Хотел сказать, заслонка с запотеванием. Заслонка рециркуляции. Ну, я могу вот эту фигню отстыковать на самом деле. Вот мы сняли салонный фильтр. Давай опять же пройдем сюда же. И что мы там должны увидеть, если заслонка открыта? А видишь, вот там, сейчас постараюсь тебе навестись, там работает турбина. Видишь, вентилятор вращается. Вот если ты этот вентилятор видишь, значит, заслонка открыта. Если у тебя пластиковая такая заслонка закрыта, ну, соответственно, если ты ее открыла, она не открыла, значит, ее заклинило. Ты можешь, конечно, подтолкнуть туда отверточку, а она упадет туда, соответственно, и откроется. То есть надо проверить полностью, ли у тебя открыта заслонка рециркуляции. Видишь, вот она лежит. То есть если эта заслонка закрыта, то, конечно, у тебя будет запотевать, потому что воздух у тебя не вентилируется. В салоне он должен обязательно вентилироваться. Итак, поиск причины запотевания, на самом деле, это целый квест. И как все-таки определить более или менее то место, где стоит искать? Смотри, у нас машина большая, соответственно, искать здесь много, где можно. Но все-таки с чего бы я начал? Вынимаешь все ковры. Вот вынимаешь, не знаю, кладешь в багажник и начинаешь по ковролину, по всему салону водить вот так рукой проводить. Давай предположим, что ты нашел влагу в педалях. То есть под педальным узлом ты там провел рукой и хоп, у тебя влажные руки. Какая может быть причина? Причина может быть лобовое стекло, радиатор печки подтекает, возможно. А возможно, вот этот самый стык, который у нас идет к лонжерону и салону, вот там вот дырка появляется, в эту дырку, когда ты едешь, затекает вода. Из этого и логики что следует? Следует, если, например, у тебя машина стоит и ковролин, например, ты наблюдал сухим, а потом он стал влажным, но машина не ездила, то с большей вероятностью у тебя лобовое стекло. Потому что оно у нас собирает дождь, независимо катается машина или нет. И если в стекле что-то негерметичное, то, соответственно, у тебя будет попадать салон. Косвенный признаком протечек в стекле может являться вот такие вот волдыри. Видишь, появляются, ну не волдыри, вот эти пузыри под стеклом. Это отходит стекло уже от герметика. То есть это вот как из причин. По каким причинам оно может отходить? Ну, опять же, рамка лобового стекла. Это самое неприятное, нелюбимое многими амегаводами. Но вот, тем не менее, это просто факт. Стекло уже, может быть, просто освоилось, может быть, рамка и целая. Но, например, у тебя, например, мотор V6, ты там любишь в пятаки заходить, кузов играет постоянно и потихоньку стекло отходит со временем. Это нормально. Если, например, ты проехал по трассе и заметил, что у тебя был сухой ковролин, а после дождевой трассы у тебя резко стало мокро в ногах, ну, скорее всего, ты нахапал воды вот этим отверстием, соответственно, между лонжероном и салоном. Туда может попадать вода. Это отверстие у многих есть уже со временем, оно появляется. Это, я бы даже сказал, какая-то визитная фишка Омег. Может быть, не только Омег, но я вот на них часто все такое наблюдаю. Соответственно, если ты наблюдаешь, что в салоне ты, например, ремень вот так достаешь, так херак, ремень влажный, то ищем по стыку, по протечке. То есть смотреть надо вот здесь, везде. Но, как наибольшая причина вот этого поведения, того, что ремень мокрый, скорее всего, является, что у тебя вот здесь дверь не держит, осела герметичность. Опять же, я повторю, что форма, видишь, у нас вот такая. То есть дождь только попадает сюда, вода сразу же стекает сюда. По идее, он должен затекать вот в эти вот канавки сюда и сразу уходить вниз. Но если у тебя, например, дверь не простыковывается, он будет затекать вот так. Вода, она всегда стремится не вот так течь, а она больше вот так будет стараться. И она будет попадать вот сюда, под накладку, возможно, будет попадать. И у тебя будет потом ремень мокрый. То есть вот как следствие того, что вот здесь у тебя не герметична дверь. В принципе, все. Соответственно, ты понимаешь, да, что надо сначала определить локализацию возможной причины. Если, например, у тебя салон сухой, вот прям все сухо, все хорошо в нем, ты не нашел реально, что у тебя где-то рука влажная стала, то, соответственно, смотри на заслонку рециркуляции и клапан вентиляции. Я вам показал, где он находится, где его искать. Соответственно, все это у нас имеет смысл. И, казалось бы, это вроде бы банальщина, но на это тоже надо обращать внимание, потому что, на самом деле, заслонка у большинства людей подклинивает. Заслонка рециркуляции, то есть она может застрять, например, в среднем положении, она может там открыться не полностью, например, ты едешь, дождь, херак, у тебя как просто стекло все нафиг запотело. Вот, тоже надо вот это все смотреть. То есть это, в принципе, то, что я сегодня перечислил, это основные причины. Ну и, конечно же, еще одна из причин это неработающий кондиционер. А когда кондиционер у тебя работает, в салоне прохладно и нету большого броска между стеклами и температурой, грубо говоря, в салоне, то скапливаться к конденсату просто негде. Тем более, кондиционер, он еще сам по себе осушает воздух в салоне. Тоже, кстати, почему? Надо же, в конде и работал. Он осушает воздух, ребята, когда он работает. Итак, я постарался перечислить, подчеркиваю, основные причины появления влаги в салоне. Конечно, это, может быть, не все. Если у вас есть еще какие-то мысли, накидайте их в комментариях, пожалуйста. Я думаю, это поможет всем мегаводам. Ну и не только мегаводам. На самом деле, все, что здесь происходит с салоном, оно относится, в принципе, ко многим машинам. Во многих машинах, может быть, в принципе, то же самое. Поэтому пусть будет такой гайд. И все же, все это красиво, там надо устранять причины, все это, это красиво, в каком-то там идеальном параллельном мире. Ну, мы с вами живем в реальном мире, когда надо вроде бы на машине ездить, устранять особо тупо некогда, либо надо дождаться сезона. Но все-таки ездить надо безопасно. А машина потеет. Вот как быть? Ты едешь, блин, стекла запотевают, блин, ничего не можешь сделать. Там что-то включаешь, ничего не помогает. Но есть средства, которые пришли к нам на помощь. Это вот подобные средства от запотевания. Сразу говорю, это ни реклама никакая, там мне никто не заносит. Я просто вам показываю пример, что существуют такие вот средства, называются антизапотеватель. То есть это вещества, которые наносятся на поверхность стекла внутреннюю, и тем самым они образуют определенную пленку, которая препятствует конденсированию воды из воздуха теплого на холодном стекле. Давайте мы сейчас, кстати говоря, с вами все это дело проверим. Смотрите, я с собой взял, ну я просто самому вот интересный, я на самом деле сейчас буду первый раз эксперимент такой делать. Вот я взял термос, вроде бы вот этой стороной он открывается сейчас. Я еще в дополнении выключу климат. Как будто у нас не работает ни хрена, но нам надо куда-то ехать. Ой, черт, на себя пролил немножко. Вот, мы сейчас специально тут напарим. Видите, все, вот уже стекло пошло потеть. Вот оно, пошло запотевание. Стекла, смотрите. Сейчас мы хочу показать, как работает средство от запотевания. Естественно, стекло надо сначала протереть предварительно. Итак, перед тем, как наносить, конечно, надо прочитать сначала, как это делать. Рекомендуется предварительно обезжирить поверхность. Ну, обезжирить предварительно, это в принципе достаточно просто до скрипа бумаги, протереть стекло, чтобы бумага издавала такие скрипящие звуки. Ну, кто, например, раньше вот вытировал окна газетами, в принципе, знаком с этим звуком, так начинает и-и-и-и такие звуки газеты издавать. Нанести небольшое количество средств со расстояния 10-15-20 сантиметров. То есть вот так. Вот это и есть небольшое расстояние. Смотрите. Конечно, лучше открыть стекло, потому что тут явно какие-то спирты содержатся, чтобы тут не одуреть, пока мы тут это все обрабатываем. Сильно не давить лучше на тряпку, уже много движений делать, чтобы тем самым мы не стерли главное вещество, пытаясь выдавить как бы пленку. Потому что самая главная суть этого вещества в создании пленки. Смотрите. Давайте сейчас посмотрим, попарим. Так, мы сейчас дверь для честности, для честности эксперимента закроем. Блин, на меня чуть-чуть пролилось, ну ладно. Давайте посмотрим. Смотрите, прикол. Ничего не появляется. Чуть-чуть, вот. Но это мы напрямую парим. Конечно, в таком пару никто не ездит. Блин. Слушайте, а работает, смотрите-ка. Вот необработанное стекло. Смотрите, как быстро оно начинает паром. Видите, вот все. Вот, мутнеет, мутнеет. Видите, вертикальные вот эти появляются полоски. Все, стекло уже не видно. Смотрите, а здесь? А здесь? Вот я держу, держу. Вообще отлично работает, кстати. Это я сейчас в нарушении всего сделал. То есть я не обезжирил нормально стекло. Это его надо еще обезжиривать. Ну, то есть хотя бы просто помыть его. С водой хотя бы просто пройтись и до скрипа. Видите, какая разница? Вот я здесь продержал чуть-чуть. Смотрите, что уже произошло. Все, напарило. А здесь, смотрите, продолжает держаться. Молодец. Даже вон какая-то, видите, радуга образовалась. Вон, радуга. То есть это вот такая пленка образуется. Видите? Слушайте, а она работает. Это я просто продемонстрировал вам, ребята, тот факт, что существуют такие вещества, которые помогут вам кататься без запотевших стекол. Что следует помнить? Все вот эти антизапотеватели, это чит-коды, это такие лайфхаки, это устранение, это даже, я бы сказал, купирование симптомов. Но болезнь-то у нас осталась. Мы просто купировали симптомы, загладили стекла и ездим, радуемся. Но по факту, если у вас повышенная влажность в салоне, ведь это не только запотевание стекол, давайте не будем забывать то, что Opel Omega B, это автомобиль очень и очень электрифицированный. Климат-контроль, подсветки, приборка, блок света, музыка, стеклоподъемники, боковой слюк и так далее, все это покрыто контактами. То есть это все, оно электрифицированное. Соответственно, когда у вас влажно в салоне, то влага попадает в разъемы, в колодки, где-то окисляются провода из-за этой влаги. И потом начинаются. Миша, у меня моргает приборка. Миша, у меня прыгают показания спидометра. Миша, у меня бортовой компьютер, кто включается, то выключается. Ой, Миша, у меня что-то, музыка, то врубается, то перезагружается. Вот и начинаются ваши вопросы. Потому что, возможно, кто-то из вас когда-то загладил этот симптом, скупировал его, обработал и забыл про проблему. А проблема осталась. И теперь страдают не стекла и ваши обзорности, страдают несчастные эти провода. Поэтому, для начала, когда вы уже поняли, что у вас повышенная влажность в салоне, необходимо понять, откуда она идет. Вот эти вещи, повторяюсь, они для того, чтобы временно оккупировать симптомы. Если, допустим, вам некогда сейчас машиной заниматься. Блин, это долго, это надо разбирать. А машина сейчас нужна, чтобы ехать. Чтобы какие-то дела, работа у вас. Вот это для этого создано, чтобы на время вы могли пользоваться машиной, ездить безопасно. Но это не лечение, запомните. Надо будет продолжать разбираться в поиске источника влажности. Вот, что я хочу вам донести. Это самое главное. То есть, вы не думайте, что это все что-то устранило, и теперь можно ни хера не делать. Ничего подобного, ребята. Запомните это. Ну что, мои дорогие друзья, вот такое вот у нас нестандартное завершение выпуска. Ответ зрителю. На самом деле, мы здесь обычно начинаем все наши видео, а в этот раз здесь завершается. Я очень надеюсь, что то, что я вам рассказал, было полезно, интересно, и что-то новое, возможно, вы для себя открыли, что-то, может быть, извлекли из того, что посмотрели. Я очень за это буду рад. Поэтому проявляйте активность, и, как видите, бывают такие комментарии, которые заслуживают просто отдельного выпуска, потому что действительно тема интересная, тема обширная, и она довольно-таки охватывающая, в плане того, что эта проблема бывает не только у амегаводов. Как-то так. Да, я хотел сказать то, что выпуск «Ответ зрителю» снимался в рамках выпуска вне сюжета 19 октября, и его кадры выйдут позже. Я там старался запечатлеть осень, передать философию, атмосферу. Так что ждите. И сейчас, я же не просто так тут стою, на самом деле здесь я также произвожу съемки. Кое-чего я сделал. Я настроил холостые, но как я это делал, опять же, вы увидите выпуски вне сюжета 19-го числа, так что ждите этот выпуск, а потому проявляйте активность на моем канале, потому что ваша активность подбадривает меня записывать новые-новые выпуски. И это реально делает с большим удовольствием. Как-то так. Ну все, друзья, всем большое спасибо за внимание, и всем пока.